Девчонки, всем привет! С вами Виктория. Добро пожаловать на мой канал. Так, девочки, я из Украины, живу в Германии. Сегодня мы продолжаем с вами тестить новинки. Вот сегодня я нашла такая вот новиночка Ginza от Shiseido Tokyo. Вот такой вот уже красный флакон. Парфюмированная вода Intense. Вот, видите, Intense. Я попробовала, нанесла на water. Цена за 30 мл 72 евро, за 50 105 и большой объем 136. Вот, я нанесла на water. Ну, честно говоря, для меня это что-то резкое, что-то такое едкое, какое-то даже пахнет мне каким-то прошлым. Ну, то есть, парфюмами из какого-то начала, там, 2010-х годов. Ну, как, это не совсем прошлое, но вот, знаете, вот аромат с таким вот намеком на прошлое, не знаю. Может быть, из-за того, что Intense, очень интенсивный запах, я аж прямо не могу подносить к носу, потому что какие-то такие едкие цветы, какая-то такая... Ой, господи, сладость едучая, которая просто разъедает. Очень для меня такой тяжелый-тяжелый парфюм, честно говоря, и очень тяжело его вздыхать. То есть, если вот эти вот все предыдущие гинзы, это было что-то такое, какой-то цветочно-фруктовый, то здесь для меня прям какие-то такие цветы и горькие, и какие-то суперсладкие. И, в общем-то, тяжелый аромат, но такой я точно носить не буду. Для меня это слишком. Дальше еще одна новинка от Elisab, Elixir. Смотрите, какой красивый флакон. Тоже безумно-безумно красивый флакон. Это уже что-то новое. Видите, такое граненое стекло. То есть, они уже поменяли флаконы, да. Смотрим, какие были раньше. Аромат стоит. Большой флакон вот 102 евро и маленький 66. Ну, для меня здесь цветы. Очень-очень много цветов. Цветов, ассоциация каких-то платьев, какого-то кружева, какого-то шифона, вот что-то вот такое. Такой, знаете, какой-то цветочно-катоново-нежный, такой какой-то пижамный, сексуальный парфюм. Очень такой женственный. Вообще не представляю на мужчина. Вот супер-мега-женственный. Сразу для меня вот ассоциация платья, какие-то платья, причем такие свадебные, нарядные платья, какие-то вечерние платья, платье с кружевом, платье с какими-то даже жемчужинками. Вот что-то такое нежное, знаете, праздничное. Вот такое вот совершенно. Так-с, ну тут пока с новинок все. Так, девчата, нашла здесь тоже такое, знаете, как будто бы вот новое что-то. Я раньше не встречала, вот аромат называется Жардин Богема. Вот такие вот, видите, коробочки с цветами, вот такие вот флаконы. Вот этот аромат Жасмин, Жасмин Империаль. Мне кажется, что они все с удом. Вот я попробовала несколько, попробовала вот эту вот розу, да, вот такую вот роза Интердит. Короче, вот эта вот она. Я попробовала Жасмин другие, я пока не пробовала. Есть еще такой вот зеленый, Ирис. Вот, да, вот такие вот, посмотрите. Значит, стоимость ни много ни мало 90 евро. Коробки у них такие достаточно вот тяжелые. Вот такие, как будто бы вот пластик. Я раньше не встречала этот бренд, не знаю, мне кажется, что это новое в Дугласе. Вот, ароматы очень такие, не очень фимозные, звучат более-менее чисто, да. Жасмин здесь такой, ну, красивый такой чистый Жасмин, но в перемешку с удом. Сладкий такой Жасмин. Мне кажется, почему-то, что они добавляют вот в эту вот линейку уд. Дальше еще у нас есть вот такая вот, это что у нас? Амбра, да, вот это вот амбра, вот такая вот. И еще один полностью черный уд. То есть, какая-то ниша, видимо, ну, такая более-менее бюджетная ниша, потому что, видите, вот он стоит, допустим, дешевле, чем стоит Каролина Геррера, да. Например, туфли там, да. В среднем 50 миллилитров, где-то 113 евро. Поэтому, ну, цены подорожали на парфюмы. Вы знаете, девчата, я смотрю, что платья куда-то пропали из прилавочков Герлиан. Вот куда не захожу, везде вот очень много аква-аллегорий, а платья вот только вот этих вот два. Я помню, их было побольше, какое-то синее было, и какое-то такое с розовинкой было, да. Вот цены, конечно, тоже немаленькие. Вот, например, вот это вот 158 евро. Это всего лишь 50 миллилитров. Малышка такая вот 112 евро, да. А вот, то есть, вот там вот шалимары. Линеечка аква-аллегории. А вот это вот что-то... А, это просто, видимо, такие как... А, нет, флаконы здесь, видите? Вот это такие упаковки, что ли, аква-аллегории. Нероли, эндвитивер. Дальше. Роса-роса и мандарин-базилик. А, то есть, я так поняла, это просто они сделали в таких упаковках интересных. Что-то типа лимитировано. Ну и цены, вот, посмотрите, из-за упаковки 154 евро. Вот, Монгерлейн. Что-то как-то Герлейн, никаких новинок интересных пока не вижу. Ну и цены на Герлейн, конечно же, очень-очень поднялись. То есть, смотрите, в обычных, да, допустим, этих... Вот та же Роса-роса, да, вот она в обычном флаконе стоит 105 евро. А вот в таком вот сразу хоба на 50 евро дороже. Так, девочки, опять очередная какая-то лимитка. Это от Calvin Klein Reflection, короче. Такой свежачок, знаете, себе на лето. Вот, ничего особенного. Это мужской парфюм, чтобы вы понимали. Он такой свежий, хороший аромат. Когда очень жарко, когда какой-то отдых, может быть, вот. Вполне можно себе такое носить. Здесь, видите, все такие мужские, он Ла Коста. Кстати, вот этот вот Каяли очень сильно нравится людям. Вот я смотрю постоянные обзоры на него. Действительно шикарный просто парфюм. Вот. Но я бы, если бы была тридцатка, я бы купила. Я не хочу брать 50, потому что, ну, уже столько этих парфюмов, я просто не успеваю носить, все. Но на самом деле шикарный парфюм. Мороженое такое фисташковое, с ванилью, присыпанное еще сверху такими фисташками зелеными. Вообще супер, девочки. Супер такой мега какой-то съедобный аромат. Очень красивый. Так, тут у нас кинзо, видите, вот эти глазики. Верзачи, Валентина, Виктор Андрольф. YSL, Libre. Девочки, это новый La Via Belle Iris Absolue называется. Кстати, я его попробовала, и мне понравился. Такой свежий. Здесь какой-то мне ирис вместе с жасмином. Сладости минимум. Вот эта вот база La Via Belle. La Via Belle. Очень такая нежная, хорошо разбавленная. Флакончик такой, видите, немножечко как будто бы какими-то радужками. Ну, в общем-то, кто уже подустал от всех вот этих вот сладких, таких едких La Via Belle, вот вы можете подойти сюда. К вот этому ирису абсолютно неплохой, кстати. Цена вот, 75 евро. А моя любовь вот, вот этот вот. La Via Belle Oui. Вот это мой самый-самый любимый. Где он? Вот он, вот он. Вот он. Вот он для меня. Вот это вот конфетка, девочки. Просто для меня это стал самым любимым. Вот он на картинке тоже, видите. Стал самым любимым из La Via Belle, потому что он настолько мягкий, настолько пушистый, какой-то прозрачный, как сладкая вата, какие-то сливки, такой сливочный аромат. Вкусный очень. Спасибо. 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 Спасибо.